Людмила Мартова. Туман над темной водой. Книга из серии «Желания женщины». Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. Артур Конан Дойл. Записки о Шерлоке Холмсе. Собака Баскервилли. Глава первая. Сухая земля отчаянно просила влаги. Грядки напоминали запекшиеся от нестерпимой жажды, потрескавшиеся до крови губы. Смотрящей в окно Ирине казалось, что у нее в огороде лежит обессиленный великан, чуть слышно просящий «Пить! Пить!». Поливать в такую жару было нельзя, это Ирина помнила с детства. Подцепить длинный шланг к насосу в колодце и напоить землю можно будет только ближе к вечеру, когда солнце не будет висеть в зените, словно парящий в небе коршун, высматривающий добычу. На такой жаре капли воды, попадая на листья, срабатывали, словно увеличительные стекла, выжигая все живое. Рисковать урожаем Ирина не могла. Кто его знает, как дальше сложится. Вполне возможно, что от урожая будет зависеть жизнь. Ее и Ванечке. Поэтому, как бы умоляюще не стонала сейчас земля, заполив она возьмется после шести часов вечера, не раньше. Тридцати двухградусная жара была для начала июня делом в их широтах немыслимым. Плюс пятнадцать с принимающимся то и дело моросить дождем казались привычными. Даже снег, регулярно выпадающий на цветущую клубнику, после чего приходилось гадать, выживет она или нет, удастся хоть немного полакомиться сладкими красными ягодами или только и останется, что обрезать почерневшие от мороза листья, удивлял меньше, чем в прямом смысле слова, свалившееся в этом году на голову лето. Лету Ирина была рада, потому что, во-первых, любила его, а, во-вторых, выживать в деревенской глуши под дождем и без солнца было бы еще тяжелее. И грустнее тоже. В детстве лето означало каникулы, возможность не ходить в школу, не делать уроки, уехать к бабушке в деревню, просыпаться на заре от того, что на дворе тугая струя молока ударяла в ведро, блаженно закрывать глаза, понимая, что сейчас всего лишь пять часов утра, бабушка уже встала и доит корову, а потом затеется месить тесто на пироги. Лето пахло сладким сеном, из которого маленькая Ира любила вытаскивать то васильки, то клевер, липким клубничным соком, стекающим по подбородку, смородиновыми листиками, которые вечером после бани обязательно заваривались в чай, березовыми вениками, которые ходили заготавливать в жестко оговоренные сроки и которые потом висели в синях, внося свой личный вклад в аромат лета. Став старше, в деревню Ира ездить перестала. Сначала потому, что в ее жизни появились сессии, летние практики, стройотряды и море. То самое море, о котором она мечтала чуть ли не с пеленок, и которое впервые увидела, когда ей исполнилось восемнадцать. Тоже в стройотряде, в котором они собирали черешню. Потом институт остался позади. Вместе с ним закончилась и беззаботность, а начались трудовые будни, в которые на лето отводилось ровно двадцать восемь дней отпуска. Их она тоже проводила на море. Поменяв летний душ во дворе крымского домика, где они с подружками снимали комнату, на систему все включено в какой-нибудь Турции или Египте. В деревню не хотелось и не тянуло, потому что от той деревни с запахом дыма над печными трубами, ароматом свежего хлеба и пирогов, парного молока и стогов наметанного сена уже ничего не осталось. Старики умирали, молодежь уезжала, фермы закрывались, работы не было, а вместе с ней на глазах пропадал и человеческий облик оставшихся жителей. На окрестные шесть деревень не было теперь ни одной коровы, хотя Ира еще помнила картинку из своего детства, в которой деревенский пастух Колька вел два раза в день по деревенской улице стадо из пятнадцати-двадцати буренок. Теперь на всю округу можно было найти три козы да пару свиней и из десяток кур, пожалуй. А потом умерла бабушка. Свой дом, основательный деревенский пятистенок с двумя добротными печами, крепким двором, на котором до сих пор хранились запасы сена, и огород в двенадцать соток при нем, бабушка завещала сыну, Ириному отцу. Тот на родину ехать не спешил, даже документы по доверенности за него оформила Ирина. Она в дом, где провела значительную часть детства, тоже не торопилась. Незачем ей это было, да теперь и не к кому. Осиротевший дом стоял пустой, тщательно заколоченный от недоброго взгляда. Впрочем, все ценное из него было украдено в первую же зиму после смерти бабушки. От детских летних впечатлений остались только воспоминания, хотя любить лето Ирина так и не перестала. Теперь она ждала его с тоской и нежностью, как уехавшего далеко-далеко любимого. Раз в год она встречала его после долгой разлуки со счастливой, немного глупой улыбкой на лице, как у щенка, со всех лап кидающегося на возвратившегося домой хозяина. С первым летним теплом Ирина, как тот щенок, повизгивала, отчаянно виляя хвостом, привставала на задние лапы, приносила то одну игрушку, то другую, пыталась подать тапочки, а потом утыкалась в колени мокрым носом и затихала, чувствуя, как быстро-быстро колотится сердце. Она всматривалась в лето, лежащее рядом. «Только руку протяни, и можно потрогать!» Пропустить сквозь пальцы щекочущую мягкость травы, вдохнуть ни с чем не сравнимый запах. Солнце, листвы, счастье. Она, городской житель, в повседневной круговерте начинала скучать по лету уже в середине июля, понимая, что оно вот-вот закроет за собой дверь, только подвигнет на прощание и уедет в далекие края. Туда, где оно живет, вырываясь к ней совсем ненадолго. Это не был краткосрочный курортный роман. Нет, неторопливые свидания украдкой, которые по-прежнему бывали у нее с морем. Жаркий, страстный, безумный, когда оба знают, что это не навсегда. С летом у нее был стабильный и надежный брак, в котором супруги живут не на два города и даже не на две страны. На два огромных мира, в которых каждый год случаются короткие встречи и долгие проводы. Впрочем, в последнее время слово «брак» уже не ассоциировалось у нее ни со стабильностью, ни с надежностью. И именно из-за своего брака, который не был ни стабильным, ни надежным, она и встречала это лето в доставшемся ей по наследству доме ее бабушки, забытом богом в глухой, практически умершей деревушке, спрятавшейся между перелесками, и отделенной от автомобильной трассы двумя речушками и двенадцатью километрами разбитой, практически непроезжей грунтовой дороги. Последнее обстоятельство – полная отрезанность от большой земли и стало определяющим фактором того, что Ирина Поливанова, тридцати двух лет от рождения разведенка с двухлетним ребенком на руках, уже второй месяц жила в деревеньке под названием «Задняя», где сохранился всего один жилой дом, с учетом ее вынужденного жилища – два. В первом доме жил переселенец с севера Полиэкт Кириллович со своей женой Светланой Георгиевной. Воспоминания о них у Ирины были смутными. В ее детстве в крайнем к лесу доме жила бабушка Маиса. Ее младшая дочь вышла замуж на Украину и приезжала к матери редко. Зато гостинцы привозила всегда знатные. Кровяную колбасу, сало, пускающее острую слезу, когда его доставали из погреба, огромные сахарно-сладкие розовые помидоры, пахнущее семечками домашнее подсолнечное масло и огромный киевский торт. Баба Маиса жадной не была и всегда приглашала соседей отведать гостинцев. Старший же сын Маиса работал где-то на севере, то ли в Сургуте, то ли вообще за полярным кругом и на родину не наведывался, так что Ира его вообще не запомнила. Это уже только сейчас, когда она сбежала в деревню, как крыса в нору, прихватив самое дорогое, что у нее было – детеныша. Она с изумлением обнаружила на месте старой Маисиной избушки добротный двухэтажный дом под красной крышей, резного петушка, украшавшего флюгер, три основательные теплицы, просторную баню с пристроенной к ней беседкой и огромный вольер для собак. А вместе со всем этим великолепием полиэкта Кирилловича и Светлану Георгиевну. Тогда же и выяснилось, что он – сын Маисы. Признаться, без соседей она бы пропала в первый же день. В последние дни апреля дом оказался стылым, и Ирина почти три часа топила его дровами, к счастью, уцелевшими в поленнице во дворе. Все это время Ванечка был у Светланы Георгиевны, которая сварила ему манную кашу, затем накормила куриным супом из русской печки, а потом уложила спать на большой, очень мягкой кровати с белыми накрахмаленными простынями. Ванечка вообще провел у соседей почти целый день, пока Ирина отмыла до скрипа старые половицы дощатого пола, оттерла от пыли столы, разобрала взятые с собой огромные сумки на колесах, с вещами, с картошкой, с консервами, с крупами для Вани. В те годы, когда Ира наведывалась в деревню, здесь был маленький магазин, в котором продавали самый необходимый набор продуктов.